МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сокращение расходов на содержание органов государственной власти продолжится с тем, чтобы выстроить в регионе структуру управления, соответствующую самым современным требованиям. Об этом заявил губернатор Олег Ковалев в ходе заседания правительства Рязанской области, которые он провел сегодня, в целях повышения эффективности работы правительства области и сокращения расходов на органы власти разработан ряд мер. В частности, принято решение о перераспределении полномочий внутри самой структуры регионального правительства. При этом ни количество зампредов, ни численность сотрудников не увеличиваются, а наоборот, будет произведено сокращение. С декабря постараться запустить более, будем говорить так, современную форму проведения торгов для государственных нужд. Это централизованным закупкам товаров, работы, услуг, которые мы готовили. Организационно это достаточно сложная вещь, но для области необходимая. Для этого у нас, как и в ряде других регионов, будет создано государственное казенное учреждение центра закупок Рязанской области. В итоге, по расчетам Минфина, процентов на 25 мы сократим количество сотрудников вообще в структурных подразделениях правительства и правительства, тех, которые занимались закупками. Мы уже ведем сокращение расходов на содержание органов госвласти. Я прошу, Сергей Владимирович, обратить внимание и с муниципальными органами власти тоже провести соответствующую работу с тем, чтобы выполнили те поручения, которые я ранее давал, по сокращению издержек на самих себя. Также в ходе заседания губернатор дал поручение главе Минздрава Рязанской области Андрею Прилуцкому активизировать работу по вакцинации населения против гриппа и ОРВИ. Олег Ковалев отметил, что так называемые группы риска вакцинируются за счет бюджетных средств, но профилактическими мероприятиями следует охватить как можно большее количество населения. Я обращаюсь к руководителям предприятий, организаций, учреждений приобрести для своих сотрудников вакцину, необходимое количество препаратов, чтобы они прошли вакцинацию. Региональному Минздраву в режиме онлайн установить с нашими предприятиями, организациями контакты и выдать соответствующие рекомендации по приобретению каких вакцин, сколько, исходя из численности работающих на предприятиях, и провести вакцинацию по их обращению совершенно бесплатно, выехав туда с соответствующими медицинскими работниками и проведя прямо на предприятии вакцинацию. В правительстве Рязанской области в рамках акции «Мы, граждане России» состоялась торжественная церемония вручения паспортов молодым рязанцам. Губернатор Олег Ковалев лично поздравил рязанских школьников. Символично, что ребята получили свои документы в преддверии Дня народного единства. Бесспорно, это очень важное событие в жизни каждого гражданина страны. В зале торжественных приемов регионального правительства прошел областной этап всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы, граждане России». В ее рамках губернатор Олег Ковалев вручил паспорта юношам и девушкам из разных школ нашего города. Эти ребята добились успеха в учебе и вели активную общественную деятельность. День получения паспорта всегда один из самых таких волнующих и незабываемых моментов в жизни каждого человека. С этого момента начинается, по сути дела, взрослая жизнь. Человек получает не только широкие права, получение паспорта, но и серьезные обязанности гражданина Российской Федерации, гражданина своей страны. Олег Ковалев также отметил, что чем больше знаний будет вложено молодых людей, тем легче им будет по жизни. Именно такая задача стоит перед преподавателями и перед правительством области. Ну а ребятам глава региона пожелал не забывать своих учителей. Сами юные рязанцы отмечают, что это очень волнительный момент для них. Ведь паспорт – первый документ, удостоверяющий личность. Благодаря ему ребятам будут открыты все двери в жизни. Это огромный для меня стимул. Могу, значит, теперь добиться многого. Теперь я уже более целеустремленна к своей мечте. Да, достаточно волнения, так как впервые присутствуешь на подобных церемониях, тем более в правительстве. И как-то чувствуешь, что действительно твои заслуги хотя бы не напрасно пошел на все это. Что действительно что-то получил за свои старания. И что теперь после получения паспорта можно продолжать учиться. И больше стимул появился для дальнейшего саморазвития. Губернатор пожелал молодым людям быть настоящими патриотами, гордиться страной и беречь свой главный документ. Следующий сюжет можно назвать вечно зеленым. Сегодня наш город стал еще чуточку зеленее и красивее. К празднику Народного единства, который страна отметит 4 ноября, в Рязани появились 4 дружественных ели. Четырехметровые деревья украсили парки всех районов города. В Рязани в преддверии праздника Дня Народного единства прошла акция Дерево дружбы. В городском парке собрались люди разных национальностей и взрастов. Тут в знак дружбы и мира была посажена ель. Мы очень долго обсуждали, почему на ель. И подумали, что Новый год, наверное, самый любимый праздник у всех, у любых национальностей. И на Новый год всегда должна быть ель. И поэтому и в центре города, и во всех районах появились новые красавицы. Я думаю, что они будут наряжены на Новый год. И здесь будут водиться хороводы. Такие акции планируют проводить ежегодно. Сами рязанцы считают, что это хорошая идея. У каждого есть возможность внести свой вклад в озеленение и украшение города. Тем более ель – это символ Нового года. В этот праздник, как известно, сбываются все желания. А ведь каждый из нас хочет, чтобы наш город был красивым и процветающим. Подобная акция просто молодит любого человека, в том числе и меня. Я очень рад. В эти минуты светит ярко солнышко. Придает каждому из нас хорошее настроение. Ну и самое главное само по себе – это событие, посадка дерева, говорить о том, что у нас все впереди. Самое хорошее. Четырехметровую красавицу ель сегодня посадили и в парке «Морской славы» в микрорайоне Конищево. Помимо депутатов городской думы, сотрудников префектуры Московского района, представителей национальных диаспор, в высадке ели приняли участие и ребята из Центра детского творчества «Преокский». Школьники, кстати, высказали желание нарядить ель к Новому году и устроить в парке праздник. Представители власти пообещали поддержать их в этом желании. По словам участников, акция высадка деревьев в парке «Морской славы» проходит регулярно. Но такое красивое дерево посадили впервые. Это знак того, что наш парк, один из самых красивых рязанских парков, он развивается. Он будет развиваться дальше. И, как мы и обещали, это со временем будет, наверное, один из лучших действительно парков нашего города. Дружественные ели также высадили в городском парке на улице Ленина, парке имени Александрова и в сквере в поселке Керамзавод. В нынешнем году, 1 ноября, судебные приставы отмечают не только свой профессиональный праздник, но и знаменательную дату в истории Российского института судебных приставов – 150-летий ведомства. На протяжении многих лет судебные приставы выполняли важную государственную задачу, направленную на развитие и укрепление государственности, обеспечение эффективности правосудия, утверждение норм и принципов справедливости. В Рязанском дворце молодежи сегодня прошли торжества, посвященные профессиональному празднику людей самой справедливой профессии. Самые первые упоминания о судебных приставах присутствуют в судных грамотах Пскова и Новгорода. В те времена так называли должностное лицо, посылаемое для вызова кого-либо на Великокняжеский или Царский суд. Если подумать, изменилось не так уж и много. За тысячами рейдов сотрудников службы судебных приставов стоят людские судьбы и миллиарды, возвращенные в государственную казну из долговых ям злостных неплательщиков. Пожалуй, единственный день в году в свой профессиональный праздник они имеют полное право забыть о должниках, санкциях и указах, всех кроме премирующих. Дата памятная – 150-летний юбилей Института представителей законности. Его значимые вехи исторического пути отметили на торжестве. Лучшим приставам вручили награды. На сегодняшний день служба судебных приставов обладает огромным массивом информационных ресурсов, с которых мы получаем информацию, данные о должниках, непосредственно об имущественном положении. В любом отделе, какой ни возьми, случайных людей нет. Каждый пришел в профессию по зову сердца. И поставленная подпись под торжественной клятвой – не просто розчерк пера, а выбор призвания. В Рязани на улице Новоселов пенсионерка на иномарке сбила подростка на пешеходном переходе. Инцидент произошел в понедельник, 2 ноября. 69-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем «Ауди», три избила переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 12-летнего рязанца. В результате подросток получил ушибы и ссадины. Медицинскую помощь несовершеннолетнему пешеходу оказали на месте ДТП. Как поясняет сама женщина-водитель, она, управляя автомобилем «Ауди», отвлеклась от дорожного движения разговорами в салоне автомобиля со своей внучкой, в результате чего не увидела изменившийся сигнал светофора и совершила наезд на подростка. Она мне читала стихи, и поэтому я не заметила красный свет светофора на пешеходном переходе. С начала года на дорогах Рязанской области произошло 257 дорожных происшествий с участием детей в возрасте до 18 лет, в результате которых 12 несовершеннолетних погибли и 288 получили различные травмы. Еще один материал дорожной тематики для любителей агрессивной езды. В ближайшее время могут ввести суровые штрафы, поправки в правила дорожного движения разработало Министерство внутренних дел Российской Федерации. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Алена Куколева выясняла, какое именно вождение принято считать опасным. О том, что на российских дорогах существует такое явление, как агрессивное вождение, признали даже депутаты Госдумы. Весной этого года в федеральном парламенте рассматривали законопроект штрафовать лихачей на сумму до 5000 рублей. От нововведения отказались. Что считать водительской агрессией? Постоянную тягу кого-то подрезать или обгонять? Или же элементарное незнание правил дорожного движения? Педаль в пол, игра в шашки. Предсказать следующий маневр не могут, кажется, сами любители агрессивной езды. Большинство аварий, по словам экспертов, происходит именно по вине лихачей. Возможно, вскоре за такой стиль езды водителям придется платить. МВД предлагают дополнить правила дорожного движения понятием «опасное вождение». Согласно проекту, к рискованным маневрам отнесли несоблюдение дистанции, резкое ускорение и торможение, перестроение бесповоротников и препятствование обгону. Словом, все, что может способствовать возникновению аварии или помешать другим автомобилистам. В городе сейчас очень проблематично стало проехать. Подрезают, перестраиваются, не включая поворотные указатели. Не дают проехать, если транспортные средства имеют какое-либо преимущество. Что приводит к происшествиям. Пока человек не попадется один раз, два раза, и уже существенно ему тогда по карману ударят, тогда он и будет принимать какое-то решение. За создание аварийной ситуации на дороге предлагают ввести штраф от 500 до 5000 рублей. Ловить опасных водителя планируют так же, как и любители превысить скорость, с помощью камер, фото и видеофиксации. Сами водители инициативу введения наказания чаще всего поддерживают, однако считают, что лишать за это водительского удостоверения не стоит. Потому что подвергают жизнь опасности не только себя, но и других людей. Может, безопасность превыше всего. Вот у меня сзади внуки. Безопасность – это самое важное. Есть, ходят дети маленькие с родителями, правильно? В городе. Пусть лихачи ездят на трассу, там где-нибудь от города подальше. А в городе, правильно, нужно ехать как положено. Новый термин вводится с оглядкой на зарубежный опыт. В ряде стран определен перечень недопустимых действий, попадающих под термин «опасное вождение». Подрезание при обгоне, резкие маневры, злоупотребление звуковым сигналом. В Германии применяется штраф в 250 евро и лишение прав на три месяца. В Австралии – 5,5 тысяч долларов. В Великобритании и 11 штатах США водители наказывают реальным тюремным сроком. В Японии – с правительными работами. В России необходимость такого термина обсуждается уже три года. В 2013 году идею поддержал премьер Дмитрий Медведев, который в августе этого года поручил разработать необходимую нормативную базу. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до четверга. С наступающим вас праздником! Спасибо, что были с нами. Всего доброго! Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Контия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамак» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамак» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин